Директором Луганской Республиканской Универсальной Научной Библиотекой имени Горького. Здравствуйте. Приветствую вас. Ну, такая большая, насыщенная неделя, очень много мероприятий. Все-таки будем говорить о Дали. А мы в этом году как-то по-особенному отмечаем день рождения Владимира Дали? Безусловно. И не только в этом году. Луганщина каждый раз старается вот что-то интересное в рамках дней юбилейных, и не только юбилейных в рамках этой даты, обязательно что-то интересное провести. Вот в этом году, безусловно, наверное, самым интересным проектом, о котором хотелось бы рассказать и поделиться с нашими зрителями, будет это все-таки международные студенческие чтения. А фактически это формат научно-практической конференции, именно студенческой, которая будет называться «Великий славопроходец». И будет она проходить в рамках большого грантового проекта, который удалось осуществить в библиотеке Горького вместе с партнерами при поддержке фонда «Русский мир». Это само по себе уже уникально, потому что мы первые, кто в Луганской Народной Республике выиграли грант на воплощение культурно-гуманитарного проекта. Большого. И вот, в частности, он посвящен нашему земляку в рамках 215-й годовщины со дня его рождения. Когда состоится этот международный слет долеведов? Ну, скажем так, подготовка уже более полугода очень интенсивная ведется, а состоится сами студенческие чтения и подведение итогов международного конкурса, посвященного Далю, состоится 21-22 декабря в помещении нашей библиотеки. Вот я думаю, что это будет достаточно интересно. Мы обязательно пригласим вас. А мы обязательно и покажем, и в новостях, а может, даже и обсудим в нашей программе. Вы сказали о студентах. Почему студенты? Почему мы с Александром, например, не подходим? Не подходим. Не подходим? Кто вам сказал? Хорошо рассказывайте. Вы плохо читаете прессу и мало знакомитесь с нашим сайтом. Дело в том, что до 35 лет у нас участвуют не только студенты, это и аспиранты, и представители творческой интеллигенции, это могут быть участники творческих союзов, то есть это могут быть молодые ученые, публицисты, журналисты. В общем-то, все до 35, а тем более те, кто считается земляками великого Владимира Ивановича Даля, и не только, поскольку наш проект международный, он открытый, поэтому участие в нем принимают не только наши земляки, не только луганчане, но и представители Донецкой Народной Республики и даже Российской Федерации. То есть сейчас уже поступило более 300 работ достаточно широкой географии, то есть это и Краматорск, и Воронеж, и Ростов-на-Дону, Оренбург даже. То есть вот достаточно широко представлена и наша территория, и гости из Российской Федерации. Я думаю, что это будет очень интересно. Дима, ну у нас с тобой квота уже есть, мы земляки Даля, слава Богу. Подходим. И все-таки вот Дмитрию, например, чтобы принять участие в конференции, что нужно? Ну, для этого Дмитрию следовало бы подготовить, наверное, небольшой доклад, некое сообщение, либо поучаствовать в другой номинации, например, это творческая работа. То есть Дмитрий, я думаю, вполне мог бы приготовить видеосюжет. Кстати, наши партнеры, государственная телерадиокомпания «Луганск-24» в этом приняла самое активное участие. А мы не знали, а мы не знали, теперь мы знаем. Потому что в рамках этого проекта предусмотрена еще реализация и некого видеопроекта. То есть это создание четырех видеофильмов, посвященных нашему земляку, самым различным аспектам его жизни. То есть это и «Даль как врач», вот это «Родословие Даля», очень интересные сюжеты, некоторые из них уже прошли по телевидению, и мы очень благодарны всем, кто принял в этом деятельное участие, конечно же, это вот мастерство высшего порядка. Спасибо вам огромное. Ну, персонально «Даля» известно. Мы с Александром и с нашей творческой группой подготовили небольшой материал. Давайте все-таки скажем. Наш земляк Владимир Иванович Даль. Справка нашей программы. Русский писатель, лексикограф, этнограф, создатель толкового словаря живого великорусского языка Владимир Иванович Даль родился 22 ноября, 10 ноября по старому стилю, 1801 года в Луганске. В этом году отмечается 215-я годовщина со дня его рождения. Торжественные мероприятия, посвященные этой дате, проводятся не только в Луганской Народной Республике, но и в Российской Федерации. Даль был превосходным знатоком русского языка. Современники рассказывали, что иногда он только по двум-трем произнесенным словам мог определить, откуда родом человек, носителем какого наречия он является. Он также собирал пословицы, поговорки, загадки, самый разнообразный этнографический материал, который он всегда использовал в своих литературных произведениях. Но мало кто знает из наших современников, что Владимир был блестящим морским офицером, врачом, хирургом, гомеопатом, писателем, псевдоним Казак Луганский, ученым в области статистики, зоологии и ботаники. Он был талантливым инженером-конструктором, изобретателем, а также одним из учредителей русского географического общества. На протяжении 36 лет он был на государственной службе. Даль прожил долгую, многотрудную, многовыносливую и красивую подвижническую жизнь, которая свела его с замечательными людьми Нахимовым и Пироговым, Жуковским и Адоевским, Гогарем и Крыловым, Языковым и Шевченко, Щепкиным и Литке, Мельниковым-Печерским и Аксаковым и, конечно же, с Пушкиным. В создании толкового словаря «Живого великорусского языка» Далю помогали многие писатели и поэты, о чем не раз говорилось на заседаниях Общества любителей российской словесности при Московском университете, которое помогло Далю в издании его толкового словаря. В своем напутном слове уже известный всей читающей России Владимир Даль выразил озабоченность сохранением чистоты русского языка и русской речи, лишенной иностранных слов и нелепых вычурных выражений. Свыше полувека Даля работал над своим основным трудом – толковым словарем «Живого великорусского языка», содержащим около 200 тысяч слов. В этом труде полно отражен словарный состав русского языка середины XIX века. Помимо лексики литературного языка, в нем широко представлена терминология различных профессий и ремесел. Словарь является своеобразной энциклопедией русской жизни того времени. Это историческая справка нашей программы. Вы знаете, коли вы пришли из любимой библиотеки имени Максима Горького, вы, конечно же, пришли с книгами. Давайте скажем нашим радиослушателям, будем описывать, какие же книги, а телезрители увидят. Что это за книги? Что это за уникальные издания? Ну, скажем так, я сегодня не принесла самые редкие раритетные, те, которые мы не можем выносить из фонда библиотеки. Можно прийти и посмотреть. Конечно. То есть это все открыты фонды для наших читателей. Мы стараемся сделать все, чтобы как можно больше наших земляков могли, имели возможность познакомиться вот с самыми интересными изданиями. Я принесла, на мой взгляд, вот одно из наиболее интересных, это последних изданий, это 2010 года. Вот, прекрасное оформление. То есть это «Тесненная кожа», это издано в Москве, это иллюстрированный словарь Даля. Вот, это одно из редких изданий, вот таких вот, конечно, прекрасная полиграфия, да. Это тоже произведение искусства, в общем-то. То есть можно смотреть, и плюс ко всему еще прекрасные иллюстрации, вот можно познакомиться само по себе. Вот такое вот уникальное, красивейшее издание. И еще одно издание, которое вот сейчас показано было в видеосюжете, я должна сказать и просто вот воздать должное руководству нашего города, которое нашло возможным и необходимым в такое непростое время поддержать именно научно-издательский проект музея имени Даля. Вот эта вот книга «Дорогами судьбы» Владимира Ивановича Даля, это вообще как бы уникальное издание. Так, это книга, которая издана в этом году? В этом году. Ничего себе. В 2016 году, причем может по праву считаться действительно произведением полиграфического искусства, потому что вот здесь, ну, уникальное соединение как бы и художественного воплощения, и содержания этой книги, поскольку она объединяет в себе не только вот материалы научных изысканий, но и абсолютно гармонично вплетены и произведения Даля, и его воспоминания, и интереснейшая информация о первых луганских Далеведах, то есть о тех, кто вот в 50-е годы начинал как бы возрождать интерес к Далю, как нашему земляку. Вот, издание просто прекрасное, и я думаю, что иметь такое в своих фондах почтет за честь любая столичная библиотека, любое учебное заведение, то есть это действительно вот прекрасный проект, это на выходе шедевр. Я так понимаю, книга издавалась специально к 215 годовщине. В общем-то, это переиздание ее, но измененное, дополненное, очень интересное, причем сделанное с великой любовью, с великим тщанием отобраны вот пословицы-поговорки, я же говорю, содержание уникальное и интересное. Вот здесь вот нужно сказать, что, безусловно, значение этой книги, изданной в 2016 году, неприходящее. А очень символично получается, смотрите, книга издана в годовщину на Луганщине, поэтому можно сказать, это тоже, я уверен, со временем станет раритетным. Раритет, и я думаю, что ее ожидает не одно переиздание, поскольку материал уникальный, работали истинные профессионалы. Ну и давайте скажем, дом семьи Далии в Луганске, это сейчас дом-музей, на замечательной улице, там же стоит памятник, всем знаменитый. Кстати, единственный государственный до сих пор. Да. То есть в Москве это частный музей на общественных началах, вот у нас он действительно государственный, находится под охраной государства, да. Ну, давайте скажем вот о чем. Мы уже сказали о толковом словаре живого великорусского языка, кстати, 53 года, если не ошибаюсь, да? Ну, в принципе, да, из 71 года своей такой богатой, насыщенной жизни Владимир Иванович как бы потратил, посвятил именно созданию вот этого словаря. Да, Саша, пожалуйста. При этом, зачастую, когда мы говорим о такой персоне, как Владимир Даль, мы почему-то всегда воспринимаем его только как лексикографа, ну, люди непросвещенные, так сказать. Это ты про нас, я помню. Да, это вот она с тобой. Но ведь человек этот за свою жизнь овладел огромным количеством профессий. Если я не ошибаюсь, он родился в семье врача. Он военный врач. Да. И сам освоил это ремесло. Другая грань Даля. Давайте скажем, в принципе, вы абсолютно правы. Вы знаете, вот, если честно, универсальность Владимира Ивановича Даля как ученого и как человека деятельного, она не просто поражает, она иногда заставляет задуматься каждого, а что ты сделал, вот, собственно, в своей жизни и в частности для своего отечества. То есть Владимир Иванович Даль при своей уникальной скромности, потому что он всю жизнь говорил, что он является всего лишь учеником, который собирает по крупицам те знания, которые ему предоставляет его великий учитель, великий, живой русский язык. Вот. При этом, ну, я не знаю, ну, наверное, большинству специалистов, конечно же, известна информация о том, что Владимир Иванович еще и географ, еще издатель прекрасного учебника зоологии и ботаники, этнограф. Действительно, один из учредителей географического общества, само собой, да. При этом он же человек, который знал 12 языков в совершенстве. Вот когда все это человек успевал? При этом прекрасный доктор, хирург, кстати, который владел абсолютно одинаково хорошо, как правой, так и левой рукой оперировал. Представьте, вот в то время уровень как бы медицины, то есть нужно было оперировать очень быстро, потому что анестезии как бы не было еще. И вот Владимир Иванович отличался именно вот как уникальный хирург очень быстро, ну, я знаю, что он лично сам провел около 40 уникальных операций по удалению катаракты, то есть он очень ценился современниками еще и как уникальный окулист, ну, или офтальмолог, сказали бы сегодня. Вот, то есть действительно вот такой огромный разброс, широта его интересов. При этом прекрасно играл на музыкальных инструментах, прекрасный резчик по дереву. И плюс ко всему автор действительно уникального труда, подобного которому не создано ни у одного более народа мира. То есть им растолковано более 200 тысяч слов, диалектных выражений, не просто растолковано, но сохранено для потомков, поскольку вот некоторые из них более нигде не встречаются. Пословицы, сказки, легенды. То есть Владимир Иванович это действительно универсал. Гениальный человек. Талантливый человек, талантлив во всем. И наш земляк Владимир Иванович. И наш земляк. Благодарим вас, что вы пришли к нам в студию. Наталья Расторгуева, директор Луганской, Республиканской универсальной научной библиотеки имени Максима Горького сегодня была в нашей студии. А мы продолжаем.